Ещё до встречи В семейных архивах оренбуржцев сохранились письма близких, переживших годы войны, их фотографии, награды, личные вещи. К сожалению, не всем удалось сберечь письма с почерком своего отца, деда или прадеда. Ещё говорят, что от солдат, вернувшихся с войны, редко хранили письма. Вот он, живой. Только по прошествии десятилетий понимаешь ценность документов военного времени. У кого-то сохранилась только фотография отца, деда или прадеда для документов. У кого-то единственный сохранившийся документ – похоронка или извещение. А у кого-то ни писем, ни воспоминаний, только фамилия, имя и отчество. Здравствуй, моя дорогая Настенька. Очень надеюсь, что ты получишь моё письмо. Я в Бессарабии. Отходим к Одессе. Собираем все силы, чтобы дать отпор врагу. Я каждую минуту волнуюсь о твоём состоянии. Всё думая, как ты, как Наденька. Погладь её за меня по головке. Поцелуй. Кто мог подумать, что нас будут разделять тысячи километров? Когда мы были вместе, я и не думал, что так буду сильно скучать без вас. Здесь сшимается сердце, когда представляю, как тебе тяжело без меня. Я мечтаю лишь об одном, что наступит день, когда мы осилим врага, и я смогу обнять вас, моих дорогих. А сейчас ты уже разрешилась, конечно. Хорошо, если сын. Если дочка, я тоже порадуюсь. Мои девочки нам внуков родят. Главное, будь здоровым. Береги себя и детей. Жди с победой. Целую. Твой Павел. Такое письмо мог отправить Павел Васильевич Ткаченко своей жене Анастасии Ильинишне. Сам Павел Васильевич появился на свет в 1915 году и был призван Белозёрским райвоенкоматом в 1940. Провожали его в ряды Красной Армии из села Буланово Белозёрского района Чкаловской области. Настя обняла и перекрестила на прощание своего Павла. Здравствуй, мой дорогой Пашенька. У нас теперь двое деток. Наденька и Катенька. Поздравляю тебя, мой родной. Ой, какие они у нас крепенькие, здоровенькие. Наденька всё-всё говорит, шустрая такая, бегает, не догонишь. А Катенька похожа на тебя, как две капельки. Только бы дождаться тебя. Броситься к тебе, обнять. Как только закрою глаза, вижу, как ты идёшь по нашей улице к родному дому. Пеку ли хлеб, накрываю ли на стол, всё думаю, вот бы тебя накормить вкусненьким домашним. Скорее бы закончилась эта проклятая война. Как вернёшься, никуда тебя не отпущу. Будем всегда вместе. Только вернись, мой родной Пашенька. Крепко обнимаю. Анастасия. Весной 1941 года Павел Васильевич Ткаченко узнал, что в семье родилась вторая дочь. А осенью 1941 года он в составе 241-го стрелкового полка в Севастополе. В планах врага молниеносное овладение городом до прихода Приморской армии. Севастопольский оборонительный район был разделён на четыре сектора. Четвёртый сектор и оборонял 241-й стрелковый полк. План врага захватить Севастополь сходу провалился. Это произошло благодаря многим и многим. Среди них красноармеец Ткаченко. При обороне Севастополя в ноябре 1941 года Павел Васильевич Ткаченко пропал без вести. Сжимается сердце, как только в памяти возникает фраза «Мой отец пропал без вести». Узнаёшь в возгляде этого мальчика своего близкого человека, всматриваясь в снимки и пытаешься почувствовать, о чём думали мои дорогие в эти минуты. За дни, недели, месяцы до войны. Не можешь себе простить, почему не расспросила бабушку о том, как они встретились, как возникло чувство, которое не угасало десятки лет. Представляешь подробности их отношений, мельчайшие детали их жизни. Сколько бы нежных слов она отправила в письме своему родному, если бы умела писать. Ловишь себя на мысли, что уже не помнишь её голос, что она сказала, что пережила, когда получила извещение. Фронтовые фотографии, документы, медаль за отвагу. Как её получил близкий тебе человек. На этой семейной фотографии 1946 года они счастливы. Завершилась победой война. Что мы знаем об этих людях? Мать проводила сына ещё мальчишкой на фронт. Дождалась. Он вернулся красивым, подросшим на 20-30 сантиметров. Вернулся с фронта и глава семьи. На оборотной стороне фотографии он оставил несколько фраз своим сыновьям и близким, живущим сегодня. Смотрите, помните, не забывайте меня. Я вас сроду не забывал и не забуду. Или ещё. Главное, сынок, в этой жизни оставаться человеком. Смотрите, помните, не забывайте меня. Смотрите, помните, не забывайте меня.